Приветствую вас! Вы действительно оказались в очень сложной ситуации. С одной стороны, вы любите человека, хотите быть с ним, и он тоже вас любит, и тоже хочет быть с вами, но с другой стороны, его поведение совершенно невозможно, я понимаю вас, и также очень хорошо понимаю, почему вы не можете решить, что вам делать, то действительно трудно представить, что рядом не будет этого мужчины, которого вы любите, потому что вы не представляете свою жизнь без него, и более всего он обещал дождаться вас. Первое, что вам хочется сказать, это то, что молодого человека не красит то, что он делает. То есть, если мужчина пообещал дождаться, то он, ну, в данном случае, наверное, это слово будет уместно, он должен это сделать. Потому что мужчина, если обещает, он свое слово сдерживает. Если мужчина свое слово не сдерживает, то, соответственно, на него нельзя положиться. И ваш молодой человек показал себя в этой ситуации именно так, как того, на кого нельзя положиться, на кого нельзя рассчитывать, кто в достаточно трудную, тяжелую минуту способен. Ну, не то, что мы придать, ну, скажем так, поддержать не сможет. Вот так я бы сказал. И уже вам здесь на самом-то деле решать, вот будете ли вы это терпеть дальше, да, то есть не разочаровались ли вы в нем, не разочаровались ли вы в этом мужчине, и по-прежнему ли вы хотите с ним быть, или все-таки вы понимаете, что, ну, такое отношение, такой человек все-таки не ваш, и вы, как бы, ну, отдаешь себе отчет, что его поведение, оно совершенно неправильно, оно нацелено не на то, чтобы вам было хорошо и комфортно, а на то, чтобы хорошо и комфортно было ему. То есть если вас такое изменение поведение молодого человека не останавливает, если оно вас, в принципе, устраивает, и вы, например, его хорошо понимаете, да, понимаете, почему он так себя ведет, вам нужно ответить себе на вопрос другого плана. Ну вот, предположим, что вы все-таки с ним вместе, предположим, что вы выдержали разлуку, но можно ли будет на него положиться в другой такой конкретной тяжелой ситуации? То есть, по сути дела, по сути дела, разлука между двумя людьми, это всегда испытание для них, и ваш молодой человек это испытание не прошел, по крайней мере, пока он ведет себя так, что, вообще говоря, ну, как ребенок. И если вы любите его не по инерции, если чувство к нему у вас искренне, и вы не жертвуете с собой, он не тяготит вас, и вы хотите, по-прежнему, быть с ним, то тогда я мог бы порекомендовать вам действовать следующим образом. Ну, во-первых, вступать с ним в какие-либо споры, ссоры, там, препирания по интернету, пока вы не общаетесь, вообще никакого смысла нет. Потому что интернет это интернет, мужчина будет думать, что вы там, он тоже в другом месте, и, в общем-то, это просто общение, и ничего, оно это общение как бы не значит. Вы только лишь будете портить отношения свои еще больше, больше, больше и больше. Чтобы этого не было, попробуйте обозначить свою позицию достаточно четко, то есть сказать ему, что, вот, дорогой, есть там, ну, определенное обстоятельство, да, например, что я тебя не бросал, факта того, что я тебя бросил, нет, и, как бы, как бы, ты обещал мне, что будешь, да, и почему ты вдруг передумал, это уже не столь важно, говорите вы ему, это уже не столь, вообще, не столь сильно имеет значение, а значение им имеет другое, что я тебя люблю, и что я по-прежнему верю, что у нас, например, все получится. И поэтому я не буду с тобой ссориться, не буду отвечать тебе на твои какие-то фразы, а я буду просто-напросто эти полгода заниматься тем, чем я занимаюсь, а через полгода я к тебе приеду. Ну, то есть, через полгода будет все то же самое, о чем вы, по сути, дело договаривались. И после этого, после того, как вы вот это сообщение, например, отправите, там, или я не знаю, как вы это сделаете, после этого вам нужно больше эту тему вообще не затрагивать, совсем. То есть, больше про это просто не говорить. Ну, молодой человек хочет обмусоливать это раз за раз. Хочет он, условно говоря, снова и снова это обсуждать. Недорогие ему нервы ваши и свои. Может быть, он сильно переживает, может быть, что-то еще. Кстати говоря, это вопрос доверия между людьми, когда их проверяет как бы расстояние. И то, что молодой человек определяет вам прецензии и, к сожалению, значит, что он недостаточно нам доверяет. И у этого тоже есть определенные причины, причем причины далеко не самые лучшие. Но это уже на ваше усмотрение. Единственное, что вы можете сделать в этой ситуации, если вы не разочаровались по-прежнему в нем, это прекратить отвечать на его, ну, в некоторой степени провоцирующие фразы, которые ничего хорошего вам не дадут, а просто-напросто спокойно, молча двигаться к своих целей, при этом общаясь с ним, терпеливо, игнорируя его какие-то вспышки, потому что вы понимаете, что он вас любит, ему просто тяжело смириться с тем, что вас рядом нет. И его, конечно, можно понять, потому что, ну, вот, представить себе, что до протяжения двух лет он был с вами, он все время видел вас, мог почувствовать вас, а сейчас вдруг у него этой возможности нет, и сознание выносило, выносило сужиться, сужиться, это всегда большой болезненный процесс, очень болезненный процесс, в результате чего мужчина просто-напросто не находит себе места, и сам того не осознавая, агрессирует и ведет себя негативно. Но это единственное, единственное, что вам можно сделать в данной ситуации, такое вот единственное, адекватное. И потом, когда вы встретитесь, потом, когда вы увидите друг друга, либо вы забудете все и будете жить дальше, как жили два года, либо вы поймете, что вы слишком разные, что вы, по сути, чужие люди, и что вам дальше не по пути. Но в любом случае все эти вопросы решатся только тогда, когда вы вновь встретитесь, встретитесь, а не по интернету, не по-крипитски, не по дистанционному общению. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.